Я хотела с вами поговорить на очень важную тему, очень важный вопрос, но я внезапно заплакала. Короче, история следующая. За последнюю неделю несколько моих друзей и товарищей задали мне примерно похожий вопрос. Типа, Ирка, как ты относишься к 9 мая? Ведь в последнее время это такой сомнительный день, сомнительный праздник. Я офигела. Ну, типа, как это может быть сомнительный праздник, если я росла на том, что это великий день. Если я росла на том, что... Простите. Я росла в семье, где были ветераны. Бабушка с дедушкой, они прошли войну. Ну, отвезите, я не могу. Но не сказать я тоже не могу. Короче, бабушка с дедушкой, они прошли войну. И это был самый главный день. В этот день им приходило письмо от президента, каждому поздравительное, со словами благодарности. Это был сначала Ельцин, потом Путин. Очень сильно, и до бесконечности. И очень сильно долго. И в этот день дедушка доставал свои ордена и медали. Надевал их. Бабушка тоже доставала, но она никогда не надевала, потому что она стеснялась. Ну, типа, чего я буду-то, ладно? И я могла поиграться с ними или примерить их на неё. И собиралась вся семья у них дома. Все-все-все-все приходили им, чтобы поздравить их. Я рисовала какие-то открытки им, придумала какие-то поздравления, творческие номера, там чего-то не было. И мы читали всеми эти письма. В какой-то момент бабушке перестал присылать президенту письмо. Дедушке присылал, а бабушке нет. Ей было очень обидно. Ей было очень обидно, что её забыли. Вот. Короче, я не могу понять, как... Истеричка, блин. Я не могу понять, как за такой короткий промежуток времени... Просто меня это, правда, очень возмущает. Как за такой короткий промежуток времени, не так много лет прошло, этот святой праздник и самый великий день стал сомнительным. Как он может быть сомнительным, если это ваши бабушки, дедушки, если в вашей семье есть эти герои, 100% есть. Их не может не быть, потому что это настигло всех. Если не бабушка с дедушкой, то это пра-пра-пра... Как кто угодно. Задайте вопрос маме с папой, уточните у них. И они скажут вам. Вы тоже, вы как и я, вы тоже внуки героев. Я была внучкой героев. Я гордилась этим больше всего на свете. Не потому, что у них была медаль героя, а потому что они прошли через это всё. Потому что, ну, те рассказы, которые они рассказывали. И как это можно назвать сомнительным? Простите, пожалуйста, я не хотела плакать. Я просто хотела отругать. За такую формулировку сомнительно можно относиться к политике или к политикам, которые пытаются паразитировать на этой важной теме, на этом дне, на этой победе. Это не их заслуга, это заслуга людей, конкретных людей. Вот мои бабушки с дедушкой. Вот они победили. И ваши бабушки с дедушкой победили. Или прабабушку с прадедушкой. Есть мультик такой, Тайну Куко. И там есть фраза, с которой я сейчас опять зарыдаю. Но там есть очень важные слова. Пока нас помнят, мы живы. И это самое важное. Нельзя не помнить. И этот день нужен, чтобы помнить. Понимаете? Нет, сейчас нельзя на улице встретиться с ветераной и подойти к нему и сказать, о, дедуль, спасибо тебе большое. Ну нет, ну не остается их. Ну время идет. Ну естественно, мы не молодеем все. Вот. И если вы скажете, что этот день сомнительный, вы пойдете в... А теперь, внимание, вопрос. Как вы относитесь к празднику 9 мая? Попробуйте написать. Запряхаж.